К словам пророческим, прислушайтесь, друзья, Пусть жизнь порой вам строила ловушки, Своё же прошлое не цельтесь из ружья, Не то в вас будущее выстрелит из пушки. В горско-еврейской общине очень много творческих людей, Но, как правило, это мужчины. Женщину, которая пишет стихи или прозу, рисует, Встретишь нечасто. Оно и понятно. Женщина имеет гораздо больше обязанностей, Пусть простят меня мужчины, Гораздо больше обязанностей и по дому, и в семье, И теперь уже и на работе. И поэтому большинству из них недотворчество. Но все же есть женщины, которые могут и то, и другое, и третье, И быть при этом красавицами, умницами, спортсменками, комсомолками. В общем, короче говоря, я вам представляю Замечательную женщину, красавицу, поэтессу, Галину Пейсахову. Галина Пейсахова. Но ты ведь не Галина. У тебя очень красивое имя. Гюзель. Гюзель. А что оно означает? Гюзель – это в переводе красивая, красавица. Это мама так назвала. А теперь давай мы скажем нашим зрителям о том, что у тебя, ну, прежде всего, трое детей. Да. Затем сколько внуков ты говоришь? Двенадцать внуков. Так. И одна правнучка. Я сейчас думаю, там все по ту сторону экрана, все упали в обморок, глядя на тебя, но совершенно не скажу, что у тебя правнучка. Да, правнучка. Скоро будет еще правнук. И вот скажи, как тебе удается держать себя в такой прекрасной форме, быть такой красивой? Что ты для этого делаешь? Не знаю. Ничего. Ну, прежде всего, ты любишь жизнь. Да. Люблю жизнь. Люблю ходить пешком. Занимаюсь на... Люблю тренажер, тренажерные снаряды. И в основном движение. Движение – это жизнь. Какую дару? Я работаю. Я стараюсь ходить, не ездить на автобусе, а ходить пешком. Когда ты первый раз написала стихотворение? Стихотворение? Первый раз я написала в 71-м году, когда у меня родилась девочка, дочь. Я очень болела. И когда прошла температура, я не знаю, вот такой момент. И вдруг я заскучала за свою родину, Махачкала, Дагестан. А ты жила где-то в другом городе уже? В Орле. В Орле. Мне вышла замуж, меня забрали в Орел. Молодая девушка. Двое детей было. И третьего, в 71-м году родила Региночку. И вот я написала про Махачкалу стихи. Мой Дагестан. Мой Дагестан я посвятила своей родине. Очень люблю свою родину. Места, где я родилась, выросла, где мои предки покоятся. Поэтому я люблю эту землю и эту природу. Мой Дагестан. Живу вдали, и снятся мне родные вершины гор и глади синих рек. Поля щезной, сады, ветра шальные, душою к ним привязана навек. Горянка я, мой род из гордых горцев, с Каспийских берегов и с той страны, где много доброты, тепла и солнца, где все народы, братские равны. Мой Дагестан всегда пьяна тобою. Люблю твой запах моря и полей. Люблю парящих чаек над волною, прибоя шум и смех твоих детей. Я дочь твоя и тем горжусь всем сердцем. И в снах моих мне слышится порой многоязычный шум, как отзвук детства, земля отцов, мой Дагестан родной. Это было первое стихотворение и сразу такое удачное. Ты кому-то показывала свое творчество, с кем-то советовалась? Да, я была знакома с Расулом Гамзатовым, Гамзатовичем. И была у него дома, была в гостях. Я его узнала через мою сестру, Майю Матаеву, Иосиф Матаеву. Мой зять, как вы знаете, известный хореограф, народный артист России. И я была, посещала, была у него в гостях и читала эти стихи. Как он отреагировал? Нормально. Говорит, орлица. Я из Орла приезжала. Орлица? Очаровательная Гюзель. Наша орлица. Так называл. И знаете что? Он мне подарил книгу «Очак мой Дагестан». Очень хорошая книга, красивая, иллюстрированные картины там о природе Дагестана. Горы там, водопады, и глядя на эту книгу, листая эту книгу, я все время задумывалась, восхищалась, восторгалась красотой наших гор, нашей природы. И я, конечно, очень было тяжело написать мне стихи о природе, потому что я первый раз взялась писать об этом. Не знаю, удалось или нет, очень долго писала. Честное слово, очень долго. И я их назвала «Гармония природы». Как не поддаться чарам музы, объята трепетом душа? Красы, пленительные узы, зор устремляют в небеса. В том мире вечной красоты законы гор века мечтили. Под звук кумуза и дамбры там горцы петь не разучились. Почтенный Каспий, седовласый, чьих недрах кроются кораллы, над ним закат багрово-алый, он горизонтом опоясан. Накроет пенистой волною все островки в округе той, воздушной, пенной белизною, как будто девственной фатой. Свирель, чарующие звуки витает в звездной тишине. Весь мир ложится мне на руки и рай в орлинной вышине. Подобно горцам Аксакалам во всем величие своем стоят одеты в бурки скалы, в молчании многовековом. И журавли по небу стаей, похожие на корабли, вдали в лазурной дымке тают, едва поднявшись от земли. Покинув каменные норы, серебристокрылые орлы взмывают в мраморные горы лишь им подвластной мирой. И мощью, словно оглушая, прорвался бурный водопад, с небесной высоты свергаясь, к подножию сыплется, как град. И брызги капелек кристальных сквозь призму солнечных лучей искрятся, словно дождь хрустальный, сиянием в тысячу свечей. В подножии тех кавказских гор, как в лучезарном дивном сне, зеленый сказочный ковер и море маков по весне. Как не поддаться чарам музы, объята трепетом душа, красы, пленительные узы, взор устремляют в небеса. Ты великолепно читаешь свои стихи. И я знаю, что на тебя всегда слушатели великолепно реагируют на твое великолепное чтение. Спасибо. Скажи, а как семья, родные, близкие, молодая женщина вдруг начала писать стихи, как все окружающие тебя реагировали на это? Ничего, нормально. Всем нравится. И тем более, если у кого-то юбилей или что-то кому-то надо посвятить, и они обращаются ко мне. Я им помогаю в этом. А как дети? Вот мама пишет стихи? Не знаю, нравится им. У меня дочь в Нью-Йорке. Она мне всегда говорит, мама, я включаю твой диск. Диск «Две родины». Шауль Симантов мой. Выпустил диск. Выпустил, да. Ну, уже это давно, уже много лет назад. Да, да, да. И она говорит, мама, я включаю, и мне так хорошо. И я вот, есть там такие стихи, две родины, а мам, я посвящаю маме, много стихов я посвящаю. И она говорит, и я очень, даже вот плачу за рулем. В машине слушает. В машине слушает, да. Ну, я знаю, многие слушают твои стихи, потому что там так хорошо еще и музыка к ним подобрана. Да. Что это очень, очень красиво получается. Это благодаря Шаулю Симантов. Я ему очень благодарна. Такой талантливый человек, такой внимательный. Действительно, вот, очень относится к своей работе прекрасно. И уважает творческих людей. Относится с большим уважением. Скажи, а у тебя есть любимые стихи? Вот те стихи, которые, ты можешь сказать, вот этими стихами я горжусь. Две Родины, во-первых. Две Родины. Две Родины. Да. Девяносто из России. Сюда, в Израиль. В каком году? В девяносто первом? В девяносто третьем году. Вот. Очень было тяжело. Я, то, что я переживаю внутри, о чем я думаю, я свои мысли высказываю в стихах. Пусть душою Гойскою Аида Вечно мы несли свой тяжкий крест, Пряча на груди звезду Давида, Нас теперь Надежда манит с мест. Два Отечества, Две Родины, Два Края, Тот, где родилась, Уж за спиной Горы Солнечного Детства Покидая, Я лечу В край дальний И родной. Я не целая, Я половина, Мечется душа, Не знаю почему, Не пойму, Где дом, А где чужбина, За мечтой, За призраком Лечу. Здесь Навек Простилась Со страною, Там Народа Моего Исток, И деревья Плакали Со мною, И слезинки Капали В песок. О, Кавказ, Из сорока Наречий, Мне дороже Всех Та сторона, Где в мелодиях Еврейской речи Горской Еврейкой Рождена. Бросив все, Евреи словно Птицы Взмыли В голубую Вышину, Чтобы снова Гнезда Вить И вжиться В новую Чудесную Страну. Наши предки С этой мечтою, Не дождавшись Мир иной, Ушли. Едем мы С надеждою Большою Народушие Святой земли, Заберу с собой Мои лекарства, Уповаю Сей душой На них Личное Несметное Богатство Трех детей И внуков Петерых. Грешное, Двух Чу скрывать Не стану Я верна Возлюбленным Своим Пол души Оставлю Дагестану Пол души Везу В Иерусалим. Скажи мне, как ты пишешь? Вот это же получается, что на тебя воздействуют какие-то жизненные обстоятельства или просто вдруг ни с того ни с сего приходят какие-то стихи? Нет, жизненные обстоятельства можно сказать. Какие, например? Ну вот мы уже поняли репатриация, рождение дочери. Что еще? Что еще? Меня очень беспокоит сейчас в наше время люди стали отдаляться друг от друга. Родственные связи раньше придерживались, поддерживались и была любовь, уважение Большие семьи Крепкие, дружные. Чуть-чуть изменилось. Поэтому я вот я одни стихи написала «Я не приемлю мир вокруг себя». Это именно на эту тему? Да, на эту тему. «Насыщен мир и злобой, и коварством, и лишь любовь для мертвых душ лекарства. Но как приемлить мир вокруг себя? Жестокий мир, терзающий мне душу, о ценностях исчезнувших скорбя, слова любви все реже, реже слышу. Но как приемлить мир вокруг себя? Как тяжело прожить свой век на свете, где все враждуя, в злобе, не любя, лишь губит души жизнь на всей планете. Но как приемлить мир вокруг себя? И как же воспевать любви тревоги? Молюсь, чтоб всем нам дали боги не оступиться на дороге, не отступиться от себя. Но как приемлить мир вокруг себя, в котором честь и совесть истребя, враждуют даже те промеж собой, кто плоть и кровь от матери одной. Здесь, на крутой разбойничной планете, как мне черно на этом белом свете, но утешает мысль меня на склоне лет, что скоро наконец покину этот свет. Наверное, еще рано собираться, мы еще повоюем, плюс к тому у тебя еще есть несколько стихотворений, которые такие бунтарские. Бунтарские, да. Бунтарские. Обнаженное лицо, да? Да, обнаженное лицо. Я иду по свету с обнаженным, беззащитным пред людьми лицом, будто голым или обожженным адским пламенем перед концом. Где укрыться мне от наглых взглядов, зависти, предательства и зла? Где найти защиту и ограду, чтоб душою не сгореть дотла? Сальными глазами и руками голое ощупали лицо? Где же маску взять прочнее камня, чтоб укрыться мне от подлецов? Нынче очень модно, очень модно, очень модно верующим быть. Я ж прошу у Бога принародно, научи меня людей любить. Под коростой корости и ложью дай мне зрение души разглядеть. Человечество любить несложно, сложно полюбить людей суметь. Снова и опять взываю к Богу и как верующий в Богу иудей, Бога иудей, у него прошу совсем немного, научи меня любить людей. Я иду по свету с обнаженным, беззащитным пред людьми лицом, будто голым или обожженным, адским пламенем перед концом. Кто-то хочет, например, обо мне узнать, вот расскажи о себе там, ну, бывают частные беседы, я говорю, знаете что, долго рассказывать, давайте я прочту стихотворение, а вы по этим стихам вы узнаете, кто я. Вот так вот мне приходится иной раз читать. Когда плыву по морю парадоксов, на берег истинный волной меня выносит. Парадокс. Лишь душу я раскрою для добра, в нее плюют, как в урну для плевка, в который раз даю себе зарок закрыть, замкнуть ту душу на замок. Вновь ошибаюсь и снова зарекаюсь, то негодую, то сердечно каюсь, но всем душевным ранам вопреки спешу помочь, не глядя на плевки. И в людях ошибиться вновь боюсь, хоть к этому я вовсе не стремлюсь. Неужто та пословица права, добра не делай, не получишь зла. Ужель душевность, доброта, любовь тяжелым камнем обернется вновь. От всех ошибок кто ж меня избавит? Горбатого могила лишь исправит. Но безграничны таинства земли, в сравнении с ней мы немощны, малы. Судьба меня в обратном убедила, что движет мной неведомая сила, и облако беды проносит мимо, и правит мной уверенно, незримо, и словно чудом душу исцеляет, надежду, веру и любовь вселяет. Обиды, как ни странно, забываю и для добра вновь сердце раскрываю. Все доводы иные тут излишни, вселенная правит лишь один, Всевышний. Пусть происходит явно или мнимо, я искренне лелею это имя. Ему, Творцу, я верую на свете, лишь перед ним и с совестью в ответе. Я никогда этого не делала и всегда стремилась слушать стихотворение в авторском исполнении, но в данной ситуации я попросила разрешения у автора и хочу прочитать сама коротенькое стихотворение Галины Писах, уж очень оно мне нравится. Называется стихотворение «Предательство». Предательство тягчайший из грехов. Враг не предаст тебя, он не таков. От века так. Предатели друзья, соратники, любимые, мужья. И чтобы не вводить людей во грех, себе не завожу ни этих и ни тех. хитрец прослыть способен мудрецом и правдою прослыть сумеет ложь. Когда стоишь ты к зеркалу лицом, не обхитришь себя, не проведешь. Хочу я в зеркале души моей достойной выглядеть, а значит знать, что не кривя душой, без затей суметь себя как личность уважать. Мне все равно, кем средь людей слыву, когда в ладу я с совестью живу. И это была замечательная женщина, красавица, поэтесса Кюзель Писахова. Продолжение следует... КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok